Полиция США задержала в городе Линдоне подозреваемого в организации взрывов в Нью-Йорке и Нью-Джерси. Они прогремели в минувшие выходные. Им оказался выходец из Афганистана с американским гражданством. Ранее мужчину объявили в розыск и его обнаружил в деле с местного бара, когда тот заснул на пороге его заведения. Он вызвал правоохранителей. Во время задержания Рахами оказал сопротивление и завязалась перестрелка. Полицейский сказал ему, покажи свои руки. Тогда тот бросился в сторону, вытащил пистолет и выстрелил полицейскому в живот. К счастью, на нем был бронежилет. В ходе перестрелки подозреваемый получил ранение. Его доставили в больницу, где он находится под охраной. Сотрудники ФБР допросят Рахами, когда тот сможет давать показания. Взрывы прогремели в Нью-Йорке и Нью-Джерси в субботу. Первый утром в городке Сисайд Парк. В мусорном баке сработало самодельное взрывное устройство. Никто не пострадал. Однако рядом с этим же местом должен был проходить массовый забег. Второй взрыв прогремел вечером в центре Манхэттена в Нью-Йорке. В результате 29 человек А в нескольких кварталах от этого места обнаружили еще одно самодельное взрывное устройство. Такие же нашли на железнодорожной станции Элизабет в штате Нью-Джерси. В этом городе живет семья подозреваемого. Правоохранители полагают, что и эти бомбы принадлежали Рахами. Фамилия задержанного не числилась в базе данных отдела полиции Нью-Йорка по борьбе с терроризмом. Власть пока не говорит о возможных связях подозреваемого с международными террористическими группировками. Но известно, что Рахами несколько раз ездил в Афганистан, с какой целью будут выяснять сотрудники ФБР. Прогремевшие выходные взрывы мэр Нью-Йорка назвал терактом. За сутки в зоне АТО ни один украинский военный не погиб, трое получили ранения. На Луганском направлении боевики нарушили режим прекращения огня четыре раза. Применяли только стрелковое оружие. На Донецком направлении незаконные оружие формирования открывали огонь практически на всех традиционных уже территориях. Зокременно это біля Авдеевки, на околицях Горлевки, а саме у Майорска и Верхнеторецкого и селища Луганского. Еще одна провокация произошла неподалеку Новоселевки. Характерной рисой было уменьшение количества оружие провокаций, а также отсутствие использования тяжелого оружия с боку боевиков. И только в темную пору дня в сторону наших позиций в районе Авдеевки было выпущено одну мину с миномета калибром 82 мм. На Мариупольском направлении тоже фиксируется пометное уменьшение збройных провокаций на півночній ділянки. Жодного обстрілу не було поблизу Красногорівки, и лише один з легкої зброї біля Мар'їнки. Совет ЕС принял заявку Боснии-Герцеговини на вступление в Европейский Союз. Глава президиума страны Драган Чович представил заявление еще в феврале. Совет постановил, Еврокомиссия должна представить свое мнение по этому документу. Он призвал Сараева продолжить внедрение эффективных реформ по графику сотрудничества с ЕС, международными финансовыми организациями и представителями гражданского общества. Японцы своими силами открывают столовые для детей из бедных семей и тех, чьи родители работают допоздна. Для последних посещение стоит три доллара. В этой собралось много ребят. Трапеза напоминает семейный ужин, но стол в одной из квартир Токио накрыли не родители, а волонтеры. В меню сегодня тушеное мясо, рис, овощи и фрукты. Такие столовые в Японии называют кодомо сокудо. Это значит детское кафе. Их число по всей стране продолжает расти. Ребенок может впасть в уныние. Вот почему важны такие места, где дети могут общаться с разными людьми, видеть разные системы ценностей, взаимодействовать с разными взрослыми, помимо родителей, взаимодействовать со школьниками, которые почти одного возраста с ними. И тогда они смогут все преодолеть. В то же время посещение такого места может вылиться для ребенка в большие проблемы. В японском обществе бедность тщательно скрывают. Она считается постыдной и ведет к дискриминации. Поэтому волонтеры столовых пытаются максимально сохранить личность всех посетителей в тайне, чтобы их не дразнили в школе и в будущем не было проблем при приеме на работу. Среди таких волонтеров много старшеклассников. «Причина, по которой я здесь – поиск себя. Еще я хочу понять, как взаимодействовать с детьми. И это самое подходящее место. Я прихожу сюда каждую неделю. Надеюсь, что смогу здесь многому научиться». Японцы часто предпочитают экономить на еде и предметах первой необходимости, чтобы лучше одеть своих детей. В таком случае у них будет меньше неприятностей. «Часто у детей из бедных семей такие же смартфоны, как у всех остальных. И создается впечатление, что они ведут нормальную жизнь. Но поговорив с ними поближе, понимая, что они не могут себе купить даже сок за один доллар». Согласно статистике, половина одиноких отцов и матерей в Японии живут в бедности по местным меркам. Компания Tesla создаст самый мощный литий-ионный аккумулятор. Как говорят компании, он может обеспечить электроэнергией в течение суток 2,5 тысячи частных домов или зарядить тысячу автомобилей Tesla. Мощность станции, которую построят на севере Калифорнии, составит 20 мегаватт. В моменты слабой нагрузки на сеть аккумуляторы будут накапливать электроэнергию, а в часы пикового потребления заряд будет возвращаться в сеть, обеспечивая стабильную подачу электроэнергии. КОНЕЦ